Всем большой-большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Очень рада вас всех видеть! Желаю вам сразу хорошего денечка, прекрасного настроения! У нас за окном солнышко, я перекрасилась, наконец-то у меня просто прекрасное настроение! Наконец-то я могу смотреться в зеркало! Девчата, вот такой получился цвет! Я очень довольна! Всего 2 часа, и я выгляжу совершенно-совершенно по-другому! Не знаю, что это за техника, какая краска, какие номера у краски, потому что в инстаграме меня уже спрашивали! Но если интересно, когда пойду в следующий раз, я могу узнать! Получился такой вариант! В общем, я вернулась, мне кажется, к тому, что у меня было, и очень-очень рада! Сейчас у нас утро, суббота, и мы будем собирать новую мебель в детскую! Не хватает нам места, мне хочется убирать, знаете, вот здесь какие-то тумбы у нас стоят, потому что шкафы мы передвинули, и совсем по-другому сейчас детская смотрится! Решили мы заказать комод новый! Вот, мне кажется, он должен отлично сочетаться с мебелью, потому что он такой белый тоже и дерево! Поэтому сейчас Леша, Алексей, в общем, сейчас Леша будет собирать, мы будем в детской наводить порядок! Это только часть, еще жду столик для Софии, хочу тоже заменить, потому что он уже подустал! Такой самый-самый детский возраст, он выдержал краски, фломастеры, пластилин и так далее! А коврик хочу цветок еще здесь поставить, в общем, небольшие такие будут изменения, хочется все равно, чтобы, ну, как бы и в моменте детская была уютная! Все-таки детки растут, игрушки меняются, потребности меняются, поэтому немножко ее так освежим! А здесь сидят жду мои, которые ждут, что мы начнем собирать комод! Вот, в общем, пойдет он на ту стенку, видите, да, и вот это вот все у нас разномасленно уйдет! Лиз, помаши ручкой, потому что все по тебе скучают, редко видят, потому что Лиза у нас с утра до вечера, до позднего школы, да? Приступаем к сборке! Вообще, у этого комода оказалось очень много деталей, ну, как у любого комода, все ящики нужно собрать, направляющие прикрепить! И Леша потратил вообще много времени на его сборку, поэтому какие-то домашние дела, которые у нас были запланированы, они все перенеслись! И даже вот уборкой, разбором всего я в итоге занималась на следующий день! Но комод вообще хороший, нам понравился! Что еще, особенно Леша отметил, он много разной мебели собирал, основания у комода, вот, например, куда вкручиваются ножки, потом верх комода, сама эта столешница, они сделаны из массива, не из опилок, потому что если ворачивать в опилки, например, как в икеевских комодах, там просто все раскуреживается, ничего это не держится, ножки выдираются, а здесь вот именно продумано, какие-то элементы сделаны, как это вот, прессованные опилки или ЛДСП, я не очень, если честно, в этом разбираюсь, а какие-то из массива, то есть что-то, я так понимаю, удешевляет саму конструкцию, ну, а вот такие несущие элементы сделаны правильно, конечно же, помогали дети, куда без них, вот, и даже меня заставили немножко поработать, но комод мне понравился. Когда полностью обставим комнату, я оставлю для вас ссылочки, расскажу, что и как, но и заодно посмотрю недельку в процессе эксплуатации, как он будет, как будут ящики выдвигаться, ну, в общем, посмотрю, как он будет себя вести, но вот такое первое ощущение, в общем, понравилось, и понравилось, как он сочетается со всей остальной мебелью в комнате, хотя это не икея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчата, ну, а мы с вами перейдем. Переходим к обещанной распаковке, ко мне пришли посылочки с Азон, поэтому сейчас вам все открою, покажу, как и обещала. Знаю, что многие из вас пользуются моими рекомендациями, вы заказываете, потом пишете позитивные отзывы, говорите, что вам тоже понравились эти товары, поэтому хочу с вами поделиться полезной информацией, и рассказать, что на Азон будет две суперраспродажи в преддверии праздников 23 февраля и 8 марта. Мне кажется, что сейчас на Азон можно купить практически все, и очень приятно купить это еще и по выгодным ценам. Азон будет проводить две крупные распродажи с очень выгодными ценами, Они будут проходить с 16 по 18 февраля и со 2 по 4 марта. Если у вас есть Азон премиум, то тогда у вас будет ранний доступ, то есть для вас распродажа будет доступна на день раньше. У меня, кстати, уже, наверное, на протяжении года оформлен Азон премиум, и помимо раннего доступа к распродажам, это еще и дает повышенные бонусы, то есть когда я совершаю покупки, у меня бонусы возвращаются повышенные, ну и, соответственно, потом также часть покупок я оплачиваю этими бонусами. Если вы никогда не пробовали, то сейчас отличная возможность попробовать Азон премиум всего за рубль. Ну и, конечно же, это промокод, он сейчас появится на экране, я оставлю ссылочку для вас в инфобоксе. Для тех, кто уже совершал покупки на Азон, он даст скидку до 15%. Ну а если вы будете совершать покупку впервые, то при активации этого промокода вам начислятся 300 бонусов, которыми вы можете оплатить до 25% от вашей покупки. Ссылочку и промокод, как обычно, я оставлю для вас в инфобоксе, но мы сейчас с вами займемся распаковкой. Мне много пришло товаров для дома, то, что я вам обещала показать, стиральные порошки и так далее, плюс новые гаджеты для кухни, помощники. В общем, сейчас все буду открывать и делиться с вами. Первое, что я здесь открываю, мне пришла машинка для того, чтобы удалять катышки с одежды. У меня много трикотажных костюмов, у детей много трикотажной одежды, и, в общем, эта штучка просто была нам необходима. У меня, когда мы еще жили на квартире, была такая машинка, не знаю, где она сейчас. Я решила заказать вот такую, это машинка от Xiaomi. Я на что ориентировалась? На то, чтобы у нее была зарядка от аккумулятора, то есть подсоединила к сети и зарядила. Потому что много еще машинок, которые работают на батарейках. Я читала отзывы, что машинка, она может быть и классная, она хорошо убирает катышки, но батарейки садятся достаточно быстро, и нужно, в общем, их регулярно, постоянно менять. Вот, я внешне сейчас очень довольна. Она действительно такая красивая, лаконичная. Вот, по отзывам тоже, как бы, что она хорошо все чистит. Вот такой вот контейнер снимается, резервуар куда катышки, все ниточки, все попадает. Но обязательно с вами попробуем. Давайте сейчас включим, если она заряжена, как шумит. Слушайте, ну вот так вот она шумит. Будем пробовать. На самом деле рада, что я наконец-то не забыла и бросила ее в корзину. Выбирала между Philips и Xiaomi. И вот выбор упал у меня в пользу Xiaomi, потому что она на аккумуляторах. Сейчас будем с вами распаковывать мой новый миксер. И что меня смущает, то, что он здесь черный. Ну, вроде бы, вот здесь написано, что нарисовано красным, что должно быть красным. Надеюсь, что он таким и будет. Долго не было в наличии. Мы ждали, чтобы был именно полный комплект. Здесь вот такой вот венчик. Достаем его. Ура, девчонки, это он красный. Красный, вот такой вот красивый миксер. У него тут написано, что 9 скоростей. Он такой прям вообще увесистый, тяжелый. Какие сюда идут насадки к этому миксеру? Смотрите, вот такой вот стержневый смеситель. Он для того, чтобы приготовить какие-нибудь молочные коктейли, смешать заправки для салатов. Ну, понятно. Дальше. Вот такой вот венчик. Обычно, мне кажется, он не идет в комплекте с миксером, но вот обычным, да, таким. Вот такой венчик. Значит, им взбиваем соусы, яичные белки, сливки, ну, что-то такое. Вот такие стандартные венчики, которые идут, вот, какое-нибудь жидкое тесто на кексы, да, на пироги, вот ими идеально замешивать. И вот таких вот два крюка, но это тоже стандартная насадка для миксера. Это уже какое-то такое, ну, более плотное, да, тупое тесто замешивать, например, ну, как вот дрожжевое, что-то такое плотное. Вот, и идет в комплекте вот такой вот хлопковый мешочек, как раз-таки для того, чтобы сложить все насадки. Все очень продуманно. Надеюсь, что он будет меня радовать так же, как моя кухонная машина, потому что кухонная машина от KitchenAid мне очень нравится. Такая она основательная, крепкая, прям классная. И вот такой вот красный миксер. Девчат, все ссылочки, как обычно, для вас оставлю. Открыла я следующую коробку, у меня там прям все для стирки. Сейчас вам покажу, что я использую. Использую вот такие вот салфетки, ловушки для цвета, я уже о них вам рассказывала. Например, у меня есть у Лизы такое платьишко, оно само синее, у него белый воротничок. Вот если постирать без такой салфетки, 100% воротничок покрасится. Вот, ну, знаете, со временем он точно станет серым. Вот, а такая ловушка цвета очень классная. Детское белье я часто стираю, знаете, там все и зеленое, и розовое, и белое. С такой ловушкой цвета ничего не испортится. Здесь 20 салфеток. Они недорогие. Я ссылочку вам тоже оставлю. Разные фирмы покупаю онлайн. И просто в магазинах их можно найти. Следующая штучка, я вот про нее вам обещала рассказать. Это вот такая вот салфетка для поддержания того, чтобы черные вещи оставались такими, ну, красивого черного цвета, да, не застиранные. И вообще такая салфеточка вам очень может помочь, если, например, черная вещь, вот она поблекла, потеряла свой такой лоск, красоту. Постирали с такой салфеточкой, и она будет у вас как новенькая. Это не нужно использовать для каждой стирки, естественно. Ну, допустим, я не знаю, что-то вы носите активно, раз в месяц постирали, освежили, классно. Еще такие же салфеточки есть для джинсы. Для синей джинсы, вот, тоже можно кинуть, и синяя джинса станет такой яркой, ну, как яркой, ну, в общем, красивого цвета. Но нужно быть аккуратным, потому что, если, например, добавить к этим голубым джинсам, вот, они могут стать более яркого цвета, чем нужно. А вот классическим синим, темно-синим джинсам, тоже для ухода, в общем, можно использовать. Такие салфетки, я имею в виду не черные, а именно для джинсы. Так, девчат, теперь, значит, пятновый водитель, которым я сейчас пользуюсь. И вообще, это мой помощник и на кухне, и пятна отстирать, и так далее. Единственное, только он работает при высокой температуре. Значит, вот такой вот порошок, это просто перкарбонат натрия. Они продаются в пакетах, в бутылках, они, конечно, не очень привлекательные. Значит, здесь один литр, вот, используем мы где-то по, ну, одной столовой ложке. То есть расход достаточно экономный. Эту штучку у вас отмоет, я потом вам буду показывать, что она может отмыть. Она, в общем, может отмыть, если у вас какой-то нагарный, эмалированный, по сути, именно внутри. С внешней стороны сковороды, кастрюли от жира. Потом, например, термос у фринч-пресса, вот эта вот штучка, которая очень часто от кофе, от чая становится грязной. Ну, и, конечно же, белье. Вот белье, например, белое для поддержания белизны. Вот я вам говорила, иногда при 90 градусах стираю, супер. Какие-то пятна, опять кипятили чайник, залили кипятком, все, пятна ушли. Классная штука. Вот знаете, все эти кислородные отбеливатели, даже самая персоль, там тоже есть перкарбонат натрия, но он в таком минимальном количестве, а это стопроцентный, то есть это максимальный концентрат. Must have, где все это. Так, что дальше? Дальше у меня жидкая бытовая химия. И вот мне что нравится, опять же, на озон, это то, пока не упаковывать. Даже если вдруг при транспортировке что-то, да, откроется, не дай бог, это не затопит всю вашу посылку. И, например, мои бы вот эти вот салфетки, они бы все не уплыли, не испортились. В очередной раз беру свое любимое средство, вот это кавер, для удаления из листковых отложений. Он идет с натуральным эфирным маслом лимона, справляется великолепно. Это моя любовь, вы знаете, уже просто не первый год. Я думаю, если вы его попробуете, вам не захочется от него отказываться, потому что действительно приятный натуральный аромат. И это вот из тех средств, вы знаете, в натуральность которых я верю, потому что это не какой-то там бренд а-ля немецкий, или еще какой-то, который не производится ни в какой Германии, производится в России. И, честно, я не доверяю тому, как у нас в России получают эти все сертификаты. Вот, поэтому это производство Бельгии, девчата. Вот, и как бы я не боюсь даже, например, им пользоваться, когда там дети могут находиться рядом со мной, потому что здесь нет никакой агрессивной химии. Все это на натуральных каких-то кислотах и с натуральными отдушками. Это действительно пахнет. Не знаете, как вот бывает, например, средство для мытья посуды там с ароматом лимона. И лимон такой, может быть, даже приятный, но и такой химозный. Но здесь прям эфирные масла. И купила жидкость для деликатной стирки черных и темных вещей. Значит, средство рассчитано на 22 стирки и 1 литр объем. Я беру первый раз, девчата, сейчас с вами послушаем аромат. Ой, какой приятный. Реально приятный, ненавязчивый аромат. Я выбирала по отзывам. Вообще просто вбила на озоне средство для стирки темных вещей, выбирала по отзывам. И вот это средство, оно победило. Там, может быть, не так много отзывов, как, например, на ласку или на что-то еще такое более распространенное. Но вот все отзывы исключительно охвалебные, что замечательно выполаскивается из белья, да. Что даже если вы ставите полоскание на один цикл, нету пены. Во-вторых, там люди покупают, например, с аллергиями, с атопическим термотетом. Что вообще, ну, как бы, никаких аллергических реакций это средство не вызывает. Она, опять же, экологичная, плюс очень классно ухаживает за темным бельем. Там люди пишут, что однажды попробовав его, несмотря на то, что оно подороже, например, чем ласка идет, но оно такое концентрированное, как бы, все равно возвращаются к нему. Так, это средство для стирки. Сейчас я принесу упаковки со стиральным порошком. Первый порошок, вот такой вот у меня бурти или бюрти, я купаю двух видов. Вот этот идеально подходит для белого белья. Как я вам и говорила, обращайте внимание, чтобы в самом порошке не было никаких присадок. Вот он идеально чисто белый. Вес у него 5,7 кг. Он заявлен как универсальный, но сам производитель советует все-таки его использовать для белого белья. Отлично выполаскивается. Это производство Германия. Вот. Его на очень долго хватает. И сейчас вам покажу второй порошок. Я использую его для цветного белья. Вот такой вот бурти классик. Он идеально подходит именно, тоже как производитель заявляет, для цветного, для тонкого белья. Полностью растворяется. Отлично отстирывает. Выполаскивает. Нет, знаете, есть прям легкая-легкая душка, но это, конечно, не сравнится ни с Тайдом, ни с Ириэлем, ни с любым таким порошком. Я знаю, что есть любители вот именно такой активной отдушки, но у меня хороший кондиционер, поэтому для меня даже плюс, вот, что у порошка нет яркой отдушки белого цвета, что для цветного, что для белого белья. Хорошо выполаскивается, экономный расход. В общем, классный-классный порошок. Уже не первый раз я его беру и вам прям советую. Ну, еще что я вам сегодня покажу. Я, знаешь, отыскала нам красивый графин, красивые стаканы. Ну, вот именно, чтобы они стояли на кухне. Вы знаете, у меня есть такие рифленые стаканы с золотым ободком сверху. Они, кстати, слоредут, ссылочку вам оставлю. Многие часто спрашивают, откуда они. Но я хотела их все-таки оставить именно, ну, знаете, когда накрываю стол для такой нормальной, для сервировки. Потому что у меня там есть и бокалы для шампанского, и для вина. Если там вдруг что-то мы разбили, чтобы это были не эти стаканы, они как бы оставались в нужном количестве. У нас до этого были стаканы киевские. Мы их просто все перебили. И вот я искала, что бы такой красивенькой найти. И нашла. Сейчас вам покажу. Это, значит, бренд Firm Living. Называется. Очень красивая. Посмотрите, они, в принципе, похожи с тем, что у меня есть сайта Laredut. Тоже вот такой лаконичный, граненый графин. Мне нравится. Я, в общем-то, приобретала уже с мыслями о том, что у меня все это будет стоять на новой кухне. И стаканы. Четыре стакана. Бренд аналогичный. Firm Living. Сейчас вам покажу их. Там есть два размера. Я пока взяла высокие стаканы. Просто хотела их вживую видеть. Возможно, я дозакажу низенькие. Вот такие стаканы. Мне кажется, они невероятно красивые, изящные. Просто что туда ты не нальешь, будет выглядеть очень-очень красиво. Графин. И вот таких вот четыре стаканчика. Потрясающей красоты. И насколько все воздушное и качественно выполненное. В общем, я прям очень-очень довольна. Я сейчас готовлю завтрак на следующий день. У меня здесь мягкий творог, ягоды я промыла, сахарная пудра и круассан. Дети меня несколько дней выпрашивали сделать им опять такой завтрак. Им очень нравится завтрак в круассане. Поэтому мы заехали вчера накануне в кондинерскую, купили круассаны. Я беру мягкий творог. Можно использовать творожный сливочный сыр. Это такая, знаете, начинка, которая придает сочность. И сверху просто выкладываю ягоды. Можно свежие. Я с вами делилась, покупала, они у меня еще есть. Можно использовать замороженные. Немножко их в сотейнике с сахаром припустить и выложить. Тоже будет очень вкусно, сладко. Я делаю и так, и так. Вообще с круассаном можно делать и сладкую начинку, и что-то соленое, с беконом, с яйцом, с зеленью, с овощами, с авокадо. Много-много разных вариаций, и всегда это будет очень красиво. Мне кажется, прям завтрак выходного дня идеально. Много-много разных вариаций. Много-много разных вариаций. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Который нужно было заменить Вот и теперь ее можно таким будет Коробом закрыть, потому что Ну все, доступ уже такой Не нужен к ней, потому что ремонт сделан Так, ну и что Все, я начинаю Приводить здесь все в порядок Чтобы было красиво и поменьше мебели Ну как я вам и сказала Вот мы сдвинули эти шкафы К окну и как-то вот Все остальное оказалось неуместным И я когда увидела этот комод Я подумала, он просто сюда Идеально впишется тоже Сочетание белого, дерева Хорошо сочетается и с диванчиком У нас диванчик тоже на таких же ножках Заканчиваю болтать И сейчас буду наводить здесь Красоту Вы знаете, мы тут пытались с детьми вместе Наводить порядок, точнее я сказала Давайте все перекладывайте Но, но они стали Перекладывать из тех ящиков Которые у нас остаются Из этих они ничего не перекладывали И в итоге я поняла Что лучше на следующий день Вот сегодня Они там занимаются своими делами А я быстренько переложу И освобожу те ящики Которые мы планируем убирать Я вам уже сказала Что так как мы сдвинули Вот эти основные высокие шкафы Они как-то остались так неуместны Поэтому я их освобождаю Вот как раз таки для этого Комод мы и приобрели И буду убирать Уберу в цоколь Будут находиться там у нас Ну и сразу какой-то тут Организацией хранения Я не занимаюсь Потому что выходной день Мне хочется просто Как бы раскидать все содержимое И когда уже придут остальные товары Вот тогда я здесь спокойненько Разберусь и наведу порядок Чистоту А сегодня быстро тот хаос Который дети устроили Нужно ликвидировать И сразу предвосхищая вопросы Дети у меня могут И умеют убираться сами Но вот сегодня Мне нужно было все это освободить Переложить Поэтому мне это удобнее было Было делать самой И вы знаете У меня прям вот мысли Такие не покидают Мне очень хочется вообще Убрать все наклейки Которые на стенах Потому что Ну обстановка Да Поменялась И перекрасить стены Например Ну я даже не знаю Мне кажется Вот с розовым и белым Очень хорошо будет Сочетаться какой-то Такой серо-жемчужный цвет Ну то есть Не очень темный Да Такой насыщенный серый А вот какой-то Может быть Серо-бежевый Вот что вы думаете Я никогда Сама ничего не красила Не перекрашивала Вот Не знаю Мне кажется Леша Мои идеи не поддержат Он скажет Зачем тебе это Кате Здесь нужно На это мне хочется Как-то вот освежить стены Потому что Вот этот вот Бежевый перламутр Который здесь есть Мне он Во-первых Очень не нравится Может быть На камере Это и не видно А во-вторых Он уже кое-где Там знаете Затертости Потертости Пятна Ну просто хочется Освежить И чтобы Вот эта вот Мебель Она как-то Заиграла На контрасте Что ли Что вы думаете Что вы мне По этому поводу Подскажете И какой вообще Цвет на стены Сюда хорошо придется Вот Стену над комодом Я планирую Потом Если вдруг Перекрашу стены Какими-то постерами Оформить Мне кажется Будет по-другому Смотреться И так же хочу В детской комнате Вот в этой Заменить Шторы Потому что Именно розовые шторы Они настолько Уляпаны краской Что не отстирываются Вот Они не очень дорогие Я их приобретала В Икея И вот очень хочу Заменить Еще подскажите Нужно ли Обрезать шторы Вот тюль Нужно ли его Обрезать Прям вот Подоконник Или оставить Как есть В общем Я не знаю Все о сомнениях Но еще Леше нужно Вот на трубу У нас внизу Под этой комнатой Котельная Тоже Такую же накладку Сделать Из дерева Я вам уже говорила Что нам нужен Был просто К ней доступ Потому что Эта труба Там требовала Ремонт внутри Вот На прошлой неделе Там все починили Теперь можно Ее спокойно Будет Закрывать Вот Но я очень жду Ваших комментариев По поводу стен Стоит Или не стоит Комната Солнечная Это солнечная У нас сторона Здесь много света И так что Какие-то Но я повторюсь Опять же Не темно-серые Стены Но мне кажется Они Ну Не будут Давить Что вы Что вы скажете Что вы посоветуете Возможно В какой-то другой оттенок Но я рассматриваю Только какой-нибудь Белый Бежевый Если честно И серый Что я разобрала Все этот угол Пустой Потому что у нас идет Диванчик Там столики Рабочая зона Здесь их шкафчики Ну вот и здесь у нас Уже встал комод Внизу поставила домик Там тоже их еще Игрушки Вот таким образом Еще может быть Как-то оформлю комод Подумаю Но особо загружать Не хочу Еще нам нужно Заделать розетку Потому что она всегда Была закрыта Спрятана Ее было не видно Там по-моему Кабель То ли По-моему Под интернет Или под антенну В общем нужно будет Спрятать И в остальном Вот так В детской Я более-менее Все раскидала Но на самом деле Жду Когда придет Мне кашпо Хочу там Цветок поставить В углу Когда придет Детский столик Коврик Уже как-то Все это вместе Соберется Я увижу Конечную картинку И там тоже Что-то может быть Попереставляю Подвигаю Где-то декор Возможно добавлю Где-то уберу Но мне нужно увидеть Конечный результат Конечную картинку Пока просто Раздвинула Все по местам Вот И наверное На следующей неделе Я думаю Уже ко мне Все доедет И покажу вам Вообще Эта неделя У меня Получилась Такая знаете Очень сумбурная Мало времени Было на съемку Мало времени Вообще Находилось дома На следующей неделе Надеюсь У меня уже Войдет Все в ритм Все будет Так как обычно Поэтому Эта неделя Получилась И без меню На неделю И без дня Перезагрузки Просто Не было ни времени Невозможности Снимать Прошу прощения А то меня уже Спрашивают Катя А что вы Больше не будете Снимать меню На неделю День перезагрузки Конечно же Буду Просто на этой неделе Была такая Загруженность Что вообще Было не до этого Вот На следующей неделе Надеюсь Все войдет В русло У меня много Дел накопилось Я не только Не снимала Я сама Это не делала Потому что Опять же Не было времени Вот Но ничего На следующей неделе Все наверстаю Огромное спасибо Что провели этот день Даже два дня Вместе со мной Ну Вообще Пишите Как вам цвет волос Я очень Очень довольна Я прям Очень довольна Тому что получилось Тем более Настолько быстро Вот Я Знаете Я не помню Когда Вот у меня Был блонд Сколько Я ходила Вообще Ходила ли я Вот с такими Волосами у лица Потому что Это не мое Вот Но я почему-то Предыдущий мастер Я ходила к другому Сейчас мастеру Видела меня Знаете Такой вот Какой-то бежевой Такой теплой Зинкой Но мне кажется Это совершенно Не мое Вот такой вот Холодный оттенок И тонированные корни Мне кажется Вот это то Что мне нужно Есть как бы И светлый цвет Хороший предстоящий Рабочий неделя Чтоб у вас Все получилось И знаете Что хочу еще вам пожелать Крепкого-крепкого здоровья Мне кажется Это просто Как никогда Нужно Актуально Увидимся С вами совсем скоро Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok